13.05 на часах в студии Эхо Кирова. У нас в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Каптуненко. И сегодня гость студии Сергей Александрович Доронин, депутат Государственной Думы. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Начнем мы с вами эфир с вчерашних новостей. Вчера было знаковое событие. Оно проходит, конечно, часто. Послание губернатора. И вот наибольшее внимание всех средств массовой информации по итогам послания журналисты уделили вопрос о создании министерства. Тем не менее, главная тема и главный посыл – это социально-экономическое положение региона. Что, на ваш взгляд, было самым важным в послании, что вы видели для себя? Я бы, наверное, не согласился с журналистами и не уделял столь большое внимание созданию министерства. Я считаю, что во главу угла надо ставить все-таки экономику, даже не социальный блок, а экономику. Потому что потребность и удовлетворение этих потребностей в социальном направлении, оно зависит всегда от того, насколько ощущает себя экономика региона. Поэтому я вчера слушал послание губернатора, находился как раз в УЗС, и для себя несколько тезисов по ходу послания зафиксировал. Начал послание губернатор с экономики. Радует то, что правительство осознает, что период будет достаточно сложный, и мы вошли в зону серьезной турбулентности. И у нас есть серьезная проблема с экономикой, с собираемостью налогов, насколько я понимаю, с доходной частью. И то, что это правительство осознает, и губернатор, это уже здорово. Плохо, когда я являюсь свидетелем в Государственной Думе, у нас многие чиновники выходят и говорят, что да, есть проблемы с экономикой, но это определенные вызовы, это и определенные возможности. И на этом уходят совершенно в сторону и говорят о возможностях. Я бы не стал, наверное, поддерживать таких людей. Все-таки кризис, это и есть кризис, и здесь надо действительно принимать серьезные меры. Вы имеете в виду ситуацию, сложившуюся в том числе с импортозамещением? С экономическими санкциями, с экономической войной, которая сегодня развязана с западными странами. Надо понимать, что страна находится в стадии экономической блокады, экономической войны. Другой вопрос, кто развязал это все, да, это тема, я считаю, отдельного разговора. Первый тезис, то, что правительство понимает, что у нас серьезная проблема с экономикой, то, что этот период достаточно сложный. Здесь же губернатор сразу же подчеркнул, что мы занимаемся сокращением расходов. И указал, в первую очередь, и привел пример сокращения управленческих расходов. Сказал, что в этом году запланировано 70 миллионов экономий на управленческих расходах за счет сокращения аппаратов. И в том числе создание министерства. Ну, в том числе за счет создания министерства. Значит, в принципе, это вселяет какую-то определенную надежду, что у нас начинают чиновники с себя, да, и начинают экономию с как раз сокращения аппарата и управленческих расходов. Значит, мне понравился в послании тезис о том, что существует сегодня и отработан антикризисный план 2015-2017 годов. И то, что мы этот план сейчас будем наполнять уже какими-то определенными действиями, да. Был тезис о том, что мы сегодня вошли в фазу ручного управления. И это тоже радует, потому что, ну, жизнь экономическая, в первую очередь, преподносит каждый месяц сюрпризы. И то, что оперативное совещание у губернатора проходит как раз по антикризисному плану. И они проходят в достаточно таком качественном режиме. Это тоже, как бы, говорит о том, что правительство занимается решением проблемы с кризисом. Значит, для себя, как для сельхозтоваропроизводителя, было радостно услышать, что основное, одно из основных направлений, на которые будет, значит, опираться правительство у нас, это поддержка сельскохозяйственной отрасли. И вдвойне радует, что на сегодняшний день не только губернатор Кировской области, но и федеральное правительство на период, как минимум до 2020 года, оставило для сельскохозяйственной отрасли налоговое стимулирование. В чем оно выражается? Это освобождение от налога на прибыль, это льготы на налог по имуществу, транспортный налог. Конечно, в этом плане это серьезная поддержка сельскохозяйственной отрасли в сегодняшнее время, когда у нас идет отток инвестиций. У нас за 2014 год инвестиции в сельскохозяйственную отрасль в минус 5% по данным Росстата. И, в принципе, многие сельхозтоваропроизводители понимают, что деньги стали достаточно дорогими, и вклады не во что. Но я думаю, что это более-менее разошьет с финансовой проблемой многих сельхозпредприятий. Губернатор акцентировал свое внимание на том, что у нас 250 тысяч гектар земли вышло из сельскохозяйственной обработки и дал поручение обратить на это внимание Котлячкову Алексея Алексеевичу, сегодня же министру сельского хозяйства. И эту проблему системно каким-то образом необходимо решать, привлекать инвесторов, стимулировать предприятия, которые обрабатывают землю, на то, чтобы они присоединяли к себе участки земли и начинали заниматься обработкой земли. Вот это тоже, я считаю, что интересный посыл. Значит, сегодня формируется в правительстве у нас список или пул предприятий, которые готовы в ближайшие годы инвестировать в сельское хозяйство. И у нас в Министерстве сельского хозяйства и в Минэкономразвитии разработана программа по возмещению затрат, прямых затрат или инвестиций на реализацию инвестиционных проектов. И то, что область будет поддерживать такие предприятия на уровне федерации, это тоже вселяет определенную надежду. 30% затрат по этой программе будет возмещено тем, кто будет инвестировать в сельскохозяйственные проекты. Скажите, у меня в связи с этим вопрос, а это инициатива, так скажем, докризисная, или это вот как раз-таки уже результаты того ручного режима, о котором вы в том числе говорили? Эта инициатива обсуждается уже на протяжении многих лет, и она, ну, на самом деле, не буду врать или лукавить, это докризисная инициатива. То есть, ускорили принятие вот этого положения, да, в Минэкономразвитии и в Министерстве сельского хозяйства именно сегодня в кризис, понимая, что нам необходимо инвесторов каким-то образом привлекать в сельскохозяйственную отрасль. Вот это то, что касается сельского хозяйства, то есть, повторюсь, налог на имущество, транспортный налог, налог на прибыль до 2020 года, насколько я понимаю, трогать сельскохозяйственный комплекс не буду. То есть, он будет в некоторой степени заморожен? Ну, вот эти налоговые послабления, они, преференции налога, они предоставлены до 2020 года. Это уже как бы игра в долгу, и уже есть понимание у сельхозтоваропроизводителя, что этого не будет, это хорошо. Значит, губернатор сказал о том, что разработан план по налогам каникул для малых предпринимателей, для малых предприятий. В основном это сфера услуг, и плюс сегодня обсуждаются, какие отрасли можно добавить экономически сюда же, да, вот в эту сферу налоговых каникул. 2016-2020 год, то есть 1 января следующего года, эти налоговые каникулы, они будут предоставлены. Есть понимание у правительства о том, что у нас не совсем качественно газифицирована область, и он доложил о том, что встречался с Миллером, ну, об этом и газету писали. И есть предварительная договоренность о том, что будут газифицировать дополнительно южное направление или южные регионы нашей области. Это Яранск, это Кельмесь, это Котельнич, это газ будут тянуть до Нижне Ивкина. И это, конечно, хорошо, как бы на сегодняшний день уровень газификации в области 39%, это, конечно, низкий уровень газификации. Я думаю, что хорошо не только то, что будут газифицировать, а то, что на территории Кировской области будут производиться строительно-монтажные работы, то есть это и рабочие места, это и налоги определенные. То есть, ну, надо понимать, что газификация – это не такой, как дешевый проект, да, и поэтому, насколько я понимаю, там десятки, может быть, сотни миллионов рублей в ближайшие годы будут вкладываться в развитие газификации области. Еще один проект, который, ну, так скажем, меня заинтересовал или который я отметил вот в своем черновичке, да, это то, что будет продолжено строительство водопровода в город Киров. Стоимость этого проекта – 4 миллиарда рублей. Часть денег, большая часть, насколько я понимаю, это федеральные деньги, это, опять же, дополнительные рабочие места, это налоги дополнительные, но это и инвестиции как раз-таки в социальные, вот в такие проекты, потому что водопровод, ну, вот, как бы, определенная необходимость населения сегодня испытывает по качеству воды. И то, что этот проект не будут останавливать, это тоже здорово и вселяет, когда определенные надежды, да. Развитие аэропорта, подчеркнул губернатор, развитие сети дорог, как минимум, поставил задачу перед собой, насколько я понимаю, перед правительством, в два раза увеличение финансирования качественного ремонта, капитального ремонта дорог. Потому что, ну, для любой экономики, воздушное, там, обеспечение региона железнодорожное и транспортные, вот эти, значит, артерии, автомобильные, они очень важны, я считаю, для, ну, наверное, любой экономист меня поддерживает, что это и транзитные грузы, и автоперевозки, и так далее, и тому подобное. Вот. Несколько раз в своем послании он подчеркнул то, что правительство будет идти по пути поддержки местных товаропроизводителей. Это тоже здорово, этот проект не будет останавливаться, покупая в Вятской. Я об этом тоже неоднократно говорил из трибуны Государственной Думы, Кировской области, пример приводил. Во многих странах, ну, для меня примером является Соединенные Штаты Америки, там вот эти продовольственные сертификаты для малообеспеченных слоев населения, просто в огромных объемах реализуется эта программа, 134,5 доллара на каждого человека ежемесячно выделяется на приобретение и покупку продуктов питания местных товаров производителей. И первое необходимое слоев? Первое необходимое. В основном это продукты питания и сельхозпродукции. В общем, денег тратит Америка на этот проект 60 миллиардов долларов ежегодно. Он вообще очень много поддерживает, так скажем, малообеспеченность на население. Да, поэтому хорошо, что губернатор, пилотный проект такой реализует в Кировской области, и то, что он подчеркнул, что он не будет останавливаться, это вот определенный сигнал, я считаю, что это хорошо. Ну и вот последнее, что я бы хотел сказать, это то, что отметил губернатор. При любых обстоятельствах, экономических проблемах, проект поддержки местных инициатив будет поддержан. Он закрепился у нас в области, насколько я понимаю, да, и по отзывам. То есть, скорее всего, сохранится финансирование? Он, скорее всего, он объявил о том, что финансирование будет сохранено, и 300 миллионов рублей на наш проект поддержки местных инициатив будет в бюджете у нас в Кировской области сохранено. Это здорово, и я считаю, что этот проект тоже один из немногих, который у нас достаточно активно и качественно реализуется. И я, как депутат, езжу по районам области, и вижу, и с людьми общаюсь, и захожу на эти спортивные площадки, тротуары, там дороги делают, да. Люди, я считаю, что это очень хороший пример, когда люди, вложив свои деньги, уже сохраняют не так, как то, что делает у нас государство. Понимаете? Я считаю, что мы по этому пути должны продолжать. Вот это основная тезиса. Ну, а из того, что тоже понравилось, то, что подчеркнул губернатор, что есть полное понимание, что у нас на 8% реализационная активность за прошлый год уменьшилась. Это они понимают, и я так понимаю, все свои бюджеты по различным направлениям будут действовать как раз таки, исходя из этих фактов. Сергей Александрович, ну, все верно, тут ни с чем не поспорить, это обозначены приоритеты, это обозначены в том числе задачи. По Вашему мнению, насколько вообще реально именно поддержать темпы экономики в связи с тем, что ситуация может меняться, причем в абсолютно возможную предсказуемую сторону, там, с точки зрения финансовых рынков и так далее. Насколько реально те задачи, которые правительство ставит для себя сейчас? Слушайте, очень многое будет зависеть от того, как будет вести себя федеральный центр. У нас, к сожалению, министр финансов Силанов постоянно пытается в средства массовой информации давать информацию о том, что будут сокращены, сокращена помощь регионам. Недавно он заявил о том, что будет сокращена поддержка сельскохозяйственной отрасли, на какие-то безумные совершенно цифры, 400 миллиардов с лишним рублей, шла речь об этом. У нас, к сожалению, я об этом неоднократно говорил, очень централизован вообще бюджетный процесс. У нас очень мало свободы региона, и мы как бы на коротком достаточно поводке сидим у центральных органов власти, у федеральных органов власти. Поэтому, как себя поведут чиновники, а я вам скажу, что за первый квартал 2015 года у нас на 9% доходная часть бюджета упала. Если говорить о том, что весь бюджет 15 триллионов рублей, ну 9%, считайте, практически полтора триллиона. Это огромные просто в масштабах страны деньги. Естественно, было объявлено о том, что многие проекты будут, значит, и после финансирования, и проекты в регионах будут закрыты. Я думаю, что достаточно сложный год будет и следующий, и этот год. Ну, нам хотя бы сохранить, я считаю, то, что было наработано. Я не говорю сегодня о каком-то росте. Я думаю, что не надо верить тем чиновникам, которые говорят о том, что это ждет нас рост. Я думаю, что будет очень сложно. И вот еще бы хотел сказать, что подчеркнул губернатор несколько таких социальных проектов или социальных программ, которые будут реализованы. Это и строительство детских садов, 4 в городе Кирове. Вот это продуктовая карта. Ну и здесь, наверное, это не экономический, там не совсем такой проект. Ну, вот у нас, к сожалению, по некоторым данным, зашкали, на мой взгляд, все разумные там пределы алкоголизации общества вообще не только в Кировской области, да и во всей стране. И вот эта программа по, так скажем, снижению роста алкоголизации, она будет продолжена населением. Я считаю, что это правильное направление, будут снижать, я считаю, что должны снижать не только за счет каких-то указов, положений. Я считаю, что необходимо продолжить темпы вложения денег в спорт. Это и строительство каких-то площадок спортивных, там, воркаут, не знаю, больших объектов, наверное, сложно ждать. А в ближайшие годы, таких как бассейн 50-метровый, либо там дымка бедовая, да, я думаю, что не до жира. Но, тем не менее, сохранить хотя бы какие-то местные программы по спорту необходимо. Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. 17 июня прошло заседание экспертного совета по сельскому хозяйству, в котором вы присутствовали, вы проводили. И в том числе была озвучена там одна из проблем импортозамещения, о которой много сейчас говорится, ну, не знаю, на всех, наверное, на всевозможных уровнях, наверное. Для русского человека уже слово импортозамещение стало каким-то понятным и родным, если так. Если кратко об итогах, почему не работает программа импортозамещения и чего вообще не хватает для того, чтобы она заработала в полную силу? То есть вы озвучили тезис в том числе, что сейчас импортное по-прежнему все. Нет, я не озвучил тезис, что импортное все. Я, как раз-таки, ведя вот этот экспертный совет, да, совещание экспертного совета, акцентировал всех представителей, представителей сельхозакадемии, это и бизнес-сообщество, это эксперты, отраслевые союзы на этом экспертном совете присутствовали. Акцентировал внимание на том, что по итогам, по данным Росстата, за первый, опять же, квартал 2015 года импорт снизился у нас на 36,7%. Это весь импорт. А если говорить о продуктах питания и сельскохозяйственной продукции, то здесь снижение импорта намного больше 42,5%. Это просто гигантская цифра, то есть на 50% нам меньше завозить стали продукты питания из-за пределов. Но у нас, к сожалению, не произошло импортозамещение. У нас рост по, допустим, такой отрасли, как мясная отрасль, всего 2%. То есть не происходит импортозамещение по разным факторам происходит импортозаменение. Допустим, у нас начинает возить... Если просто возникает вопрос, может быть, просто люди стали действительно меньше покупать, меньше приобретать? В том числе люди начали экономить на продуктах питания, люди перешли на более низкий уровень потребления и более низкий уровень ценовой, в первую очередь, да. Поэтому это такой серьезный индикатор, что с экономикой у нас достаточно серьезные проблемы, да. И поэтому те программы, которые были утверждены в Минсельхозе, они ведь не могут заработать вот завтра, да. Любой проект инвестиционный, он раскладывается на определенные фазы, и реализация любого инвестиционного проекта по импортозамещению, ну, понятно, необходимо там увеличивать либо производственные мощности, да, либо строить там какие-то, условно, там, перерабатывающие заводы, новые совершенно... То есть вести какой-то бумагой. Да, это очень долгий процесс, это 4, 5, 8, 10 лет. Поэтому эффекта принятия программы мы в ближайшие годы, я думаю, не увидим однозначно. Мы увидим снижение потребления сельскохозяйственной продукции за счет того, что люди станут действительно меньше потреблять или переходить на садовые, огороднические какие-то овощи, значит, фрукты, если мы говорим там о южных у нас регионах, да. Ну, блядь там, не знаю, в советские времена, я помню, в 80-е годы мы с родителями ходили в заречную часть города, собирали там лук полевой, значит, собирали, я помню, что в массовом порядке у нас ягоды различные, люди, то есть грибы. Ну, этим занимаются и сегодня, но вот, то есть люди начнут переходить вот на такие доступные продукты питания и получать там углеводы и белки из этой корзины. Ну, это действительно так, я здесь иллюзий по поводу этого не испытываю, то есть начнут пить чай из шиповника. У меня все-таки есть большая надежда на то, что наши предприятия, да, конкурентные тем импортным, так скажем, предприятиям, для которых сейчас санкционно ограничен импорт в нашу страну, все-таки начнут шевелеть и начнут работать. У меня в связи с этим вопрос. Мы тут тоже обсуждали в программе особое мнение с Константином Крупенем, финансовым экспертом, ну, то есть ситуацию с рублем, с долларом и так далее, и он сказал такую интересную мысль, и, к сожалению, не привязана она к нашему региону, это так, срез по другим, что те предприятия, которые поняли, что можно сыграть на вот этих вот скачках валют, они ударились не в импорт, а даже в экспорт. Ну, то есть были все-таки предприятия, которые вот в этой кризисной, если мы ее так называем, ситуации, они все-таки свои плюсы получили. Ну, скорее всего, здесь было там несколько серьезных этапов для того, чтобы к этому прийти. Но, тем не менее, как мое сейчас личное ощущение, наши предприятия, если мы говорим, допустим, о молочке, да, о молочной продукции, если мы говорим о еще какой-то другой, они все-таки вот это вот время возможности, как его называют, возможно, правильно, не использовали. А все-таки хотелось бы. Нет, в какой-то степени почему они... Конечно, я бы грибы просто весело собирать, но я все-таки считаю, что нужно... Смотрите, на сегодняшний день доходы населения упали, да, по отношению к той же валюте, да, мы берем и смотрим, значит, то, что было в прошлом году и в этом году. С одной стороны, сверху это удешевление национальной валюты, снизу это удорожание стоимости продуктов питания. Те в магазин ходите, да, наверное, я так понимаю, вы видите, что происходит на прилавках, что идет подорожание овощей, фруктов, значит, молочная продукция, там, мясная поднялась в цене. И поэтому простой человек, он зажат вот в этих двух, так скажем, между, что называется, молотами наковаренными. Естественно, куда ему деваться? Он начинает экономить на чем? Он начинает в первую очередь экономить на, ну, так скажем, не на продуктах питания, там, на сфере услуг, одежды, развлечения, да. Ну, и в конечном итоге доходит до того, что еще, с другой стороны, идет рост постоянный у нас в Российской Федерации стоимость услуг за ЖКХ, о чем мы говорим постоянно, да, значит, он начинает экономить на продуктах питания. Для мясоперерабатывающих заводов и молочных наших заводов, фабрик, там, хлебобулочных изделий, это, конечно же, огромный плюс, и то, что правительство вот так расчищает, как бы, и дает возможность в нерыночных условиях занять ниши, да, это, конечно, огромный плюс, но потребление падает. У них, может быть, и есть у кого-то дополнительная производственная площадь, но они не могут включить, потому что, я вас уверяю, у всех производителей Кировской области сегодня идет падение реализации в натуральном выражении. В денежном, может быть, она растет, потому что цена вырастает, а в натуральных объемах она либо на уровне 2014 года, либо во многих случаях она ниже, потому что снижается потребление. Это факт. Сергей Александрович, давайте привернем сейчас на небольшую рекламу, а больше после мы продолжим особое мнение. Продолжаем программу особое мнение. У нас даже сейчас во время рекламы очень жарко обсуждение о проблемах предназначения. Ну, я думаю, Сергей Александрович, вы все озвучили уже, что, в принципе, все понятно. Ну, вот я бы хотел, да, акцентировать, наверное, внимание радиослушателей на том, что быстрого эффекта от того, что у нас введены продовольственные санкции, их, в принципе, быть не может, да. Хорошо, что вмешались нерыночные механизмы с помощью, как раз таки, правительства нашего, и сегодня с полок у нас убрали конкурентов, которые, ну, я неоднократно это и повторял, и повторяю, убежден в этом, намного, по многим позициям делают лучше продукты, да, у нас, потому что у них и исторически просто они дольше это делают, да, и государства у нас различные, европейские, там, те же Соединенные Штаты Америки поддерживают своих производителей намного больше и сильнее, да. И да. Я думаю, что, да, мы научимся делать и аналоги, и будем делать местный продукт не хуже, но для этого необходимо время, и для этого необходимо повышение доходов населения, потому что не может унинский или там вожгольский молокозавод вот быстро перестроиться и начинать делать продукт по качеству, да, по упаковке, ну, должно пройти какое-то время, и мы должны не только рынок внутренний завоевывать, а необходимо думать дальше, нам необходимо идти в соседнее государство и завоевать рынок там, как это делают белорусские, допустим, молочные товаропроизводители, которые на сегодняшний день вот в Москве, там, в соседних регионах с границей Белоруссии практически оккупировали приглавки магазинов, и очень много молочной продукции белорусской сегодня в Российской Федерации продается. У нас буквально вытекает из этой темы еще одна статистика Росстата буквально в недавних дней увеличилась на 7 миллионов число людей, оказавшихся за чертой бедности, а по итогам 2014 года их было 16 миллионов. По итогам первого квартала уже 2015-го 22,9, то есть почти 23 миллиона человек. Как вы думаете, почему произошел такой резкий скачок, такой сравнительно небольшой промежуток времени? Да, смотрите, я с собой тоже статистику взял, значит, мы с вами об этом договаривались, но опять же за счет того, что у нас снижение доходов населения. У нас, с одной стороны, рост стоимости услуг, рост стоимости продуктов питания, рост стоимости практически всего, да, и по отношению к этому росту у нас идет снижение доходов населения, это и сокращение рабочих у нас происходит, ну, надо говорить, да, правду, это и снижение, допустим, каких-то премиальных бонусов тем же менеджерам, там, работникам, да, и вот за счет этого у нас сразу же на 7 миллионов человек появилось в России больше людей, которые стали жить за чертой бедности. Это серьезная проблема, ее необходимо решать, опять же, стимулируя развитие производства, рабочие места, увеличение заработной платы. Я считаю, что нам необходимо идти по пути увеличения денежной массы, опять же, извечный спор экономистов, либо идти по пути фискальной политики, да, когда мы постоянно сокращаем бюджеты, всех стимулируем, там, региональные власти, идти по пути сокращения бюджета. Я сторонник, убежденный в том, что необходимо наращивать денежную массу. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации ВВП обеспечит денежной массой примерно, ну, врать не буду, да, порядка 40-45%. Для примера, в Японии ВВП обеспечит 190% денежной массы, но у них есть инструменты регулирования рыночных, как раз-таки инфляционных процессов. К сожалению, у нас в России, в связи с тем, что очень большой процент, там, или градус коррупциогенности, да, у нас не может правительство, ни Минфин, там, ни органы власти бороться с инфляционными процессами. И хотелось бы, конечно, научиться это делать, начинать печатать деньги, вкачивать их в экономику, значит, дополнительные создавать рабочие места, начинать строить дороги. Ну, это вот, может быть, звучит немного пафосно, но я считаю, что необходимо идти по этому пути. Мы, к сожалению, у нас на сегодняшний день слишком мала денежная масса в Российской Федерации в бюджете, и мы оперируем вот 45% от ВВП денежной массы. В Германии там более 100% денежной массы. То есть, вот, идти по этому пути. Давайте немного, как это сказать, усилием, вот, и без того неприятные цифры. Какой может быть прогноз, как вы считаете? Прогноз? В моем мнении, может увеличиваться. Я думаю, что, де-факто оно будет увеличиваться, не знаю, там, каким образом будет Росстат сдерживать эти цифры, да. Ну, пока для меня какого-то оптимизма не просматривается. Ну, да, я понимаю, что официальная цифра, скажем, ну, белая, да, статистика, то есть, сколько еще можно к этому добавить по тем предприятиям, которые до сих пор у нас не зарегистрированы, являются и так далее, где-то либо люди попали под сокращение, либо снизили зарплату. Я думаю, что ситуация, действительно, она очень серьезная. Ваше мнение понятно. Давайте еще одну тему с вами обсудим, в том числе сегодня на законодательном собрании. Снова был поднят вопрос о ситуации с фальсифицированным маслом, о которой часто и много в последнее время уже говорили. Получен ответ от Федеральной службы Павловик-надзора и Федеральной таможенной службы, которые, в общем-то, и подтвердили факт от того, что было ввезено действительно фальсифицированное масло, контрафакт. Ну, вот только что делать с этим никто не знает. Да и, насколько нам стало известно, к вам обращались представители... Кого? К чьи представители обращались? Ко мне обращались, на самом деле, директора, руководители, владельцы предприятий наших кировских. Это и Вожгольский маслосырзавод, это и Кировский молокозавод. Значит, действительно, проблема такая существует. Я, в свою очередь, обратился и от комитета, и от себя лично, как депутата Государственной Думы, к зампреду правительства Дворковичу, значит, Аркадию, и в Россельхознадзор, в Министерстве сельского хозяйства. Ну, хорошо, что обращение мое было нормально воспринято. На сегодняшний день с проблемой ввоза в Российскую Федерацию фальсификата, вроде бы, начинает бороться, значит, и начинает ужесточать меры на границах. В основном фальсификат шел у нас через Белоруссию, опять же, да. Это и дешевые европейские молочные продукты, на которых переклеивались этикетки, значит, упаковочные ящики. Но здесь, понимаете, тоже такая ситуация сложилась, что в связи с этим Россельхознадзор у нас начал просить дополнительные полномочия по проверке ввозимой продукции в Российскую Федерацию. Понимаете, тут палка о двух концах тоже, да, вроде бы, необходимо и бороться с фальсификатом, но расширять полномочия Росельхознадзора, с другой стороны, не хотелось бы, да, потому что всем нам известно, что получают дополнительные какие-то возможности, начинают там тех же поставщиков кошмарить добросовестно, да. Поэтому я думаю, что до каникул депутатских мы с Россельхознадзором еще будем встречаться и обсуждать этот вопрос, я думаю, что каким-то образом мы эту ситуацию дальше будем расшивать. Да, точно. Поэтому, ну, здесь я бы хотел еще добавить, да, вот к предыдущему нашему разговору проблемы с реализацией молочной продукции, в первую очередь, с маслом сливочным, да, с крестьянским маслом, о котором как раз таки говорят руководители молочных предприятий, с большими, значит, складскими остатками, они в первую очередь, на мой взгляд, образовались тоже в связи, опять же, с падением доходов населения. То есть люди просто стали меньше потреблять. Ну и плюс вот наложилось ввоз данного сливочного количества. И приобретается достаточно дешевые продукты, значит, классные. Я для наших радиослушателей зачитаю сейчас новость, которая у нас есть на сайте хокирует.ру, то я буквально недавно при новом заседании, законодательном собрании битиспекера Марина Сазонтова доложила, что несмотря на...